то никому не в голову не приходило молиться, там, ни маме Иисуса Христа, никому другому на стороне, абсолютно, то есть даже, ну, ни ангелам, ни людям. Вот, и в 1431 году произошла большая перемена. История эта, она очень такая трагичная. Даст Бог, поделюсь этим здесь у вас тоже более подробно уже в семинаре. А кому интересно, не терпится пораньше узнать, то вот рекомендую свои семинары эти, на ютубе они есть, разные старых и прежних мет, и более новые записи есть. Канал мой, так и называется, архиепископ Сергей Журавлев, ну, ваш покорный слуга. Вот, и тоже, не стесняйтесь там подписываться, лайкать, не забывайте, значит, там, и делиться с вашими друзьями. Потому что, на самом деле, требуется миллионы, сейчас, там, где-то полтора миллиона просмотров, по-моему, но это капли в море, нужны, ну, просто сотни миллионов просмотров, чтобы охватилось, так или иначе, население, ну, вот, православное население, в первую очередь, протестантам, это тоже важно знать, важно, но в первую очередь послание моё для православных. Я с удовольствием послужил вчера в вашей церкви, с превеликим удовольствием. Спасибо огромное за внимание, за ваши сердца, любящие Господа, да, но, если честно, с ещё большим удовольствием я послужил бы даже, ну, в той деревянной церкви, допустим, которую, видимо, красивая такая, очень такая, да, значит, на Харьковской горе этой вашей, да, потом, значит, там, какие-то другие храмы ваши, красивые такие, православные храмы. Да, то с половиной с деревянными пришли сюда. Да, вот, вот видите, интересно. Не, ну, мне вообще нравятся деревянные, вот, как бы, там что-то есть такое интересное, как-то, особенность какая-то такая, не знаю, как-то молятся даже по-другому, не знаю, мне это очень нравится это всё. Вот, и, знаете, и, но, мои же братья считают меня отступником, еретиком, значит, и простить не могут, и годят, знаете почему? Слава Богу, что протестанты многие открыты для, вот, реформации, и с помощью вот этих вот каналов на Ютубе, этих видео, я имею возможность говорить к тысячам и тысячам разных православных очень, в том числе и священнослужителей. Вот, и говорю, я понимаю, по-человечески невозможная реформация. И чем дальше я вот служу в этом служении своём, которому Бог призвал меня, тем больше я понимаю, что это невозможное дело. Но невозможным человеком возможно Богу. Богу же всё возможно. Поэтому я делаю свою работу, вот, а Бог делает свою работу. Вот, он делает сверхъестественное. Я делаю естественное. Что я могу делать? Вот, и когда мне говорили, братья, там, многие, а вот, ну, сколько вы будете ещё говорить об этом? Я говорю, хотя бы, если на земле хотя бы останется один многобожник и идолопоконник, я буду об этом говорить. Потому что я знаю, что это какая-то грязь страшная. А в 97-м году, 98-м уже, извиняюсь, 98-м году, в 96-м я вышел из этой системы религиозной, а в 98-м я видел сон. И в этом сне, вот, я видел ту грязь, которую Бог мне достал. Грязь многобожия, идолопоклонство. Она была, ну, скажу так, самая грязная грязь вообще. Даже грязь... А накануне так получилось, что надо было послужить этой женщине, которая умирала от наркотиков и была, ну, хрестоматийной грешницей. Значит, и, знаете ли, и у меня вечером такая мысль возникла такая, она как-то прилетела, улетела, что, ну, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как некоторые люди там, значит, там, вот... Ну, это была очень страшная история вообще. Женщина была, значит, голая, но и кожи на ней тоже почти не оставалось уже. Вот, и на ногах она там до кости прогнила уже, под ней кровать как большой памперс такой, значит, гноем кровью. Вообще, как она была жива, один Бог только знает. Водка у нее провалилась туда, значит, то есть она... Что была жива, это было понятно лишь потому, что она глазами шевелила, значит, и на одной руке пальцами шевелила, все. Вот, такая страшная история. Я думал, что я готов, как бы, а у меня чуть не обливался там, честно говоря, вот. Вот, когда открыли там квартиру эту, знаете, как будто бы там тело мертвое лежало давно уже. Но к ужасу она была жива еще. Вот, и... Ну, оказалось, к счастью, конечно. Вот, потому что она молилась. Я впервые в жизни видел молитву, я до сих пор не могу ее изобразить просто, это... Вот, я не знаю, если Бог позволит, вот, хотел бы в живописи тоже это изобразить однажды. Молитва глазами. Вот, есть молитва руками, вот, у Дюрера, помните, Альберт Дюрера его, да, интересная очень работа такая, потрясающая. Кстати, кто читал историю этой картины, вдохновленные, думаю, да, вот, руки брата молящегося. Потрясающая история, потрясающая картина. Я не график со мной, но порой очень, вот, некоторые вещи гаотические просто обожаю. Вот, и, но, вот, я видел тогда, в тот день, молитвы глазами. Вот, единственное, что мне работало, я была жива, это в глаза, она вот молилась. Это было ясно, потому что там, ну, не знаю, там, четко, что это была молитва именно, ее вопль Бога был. Вот, и вечером, когда вот такая мысль пронеслась, такая, знаете ли, не дай Бог засыпать с такой мыслью, честно говоря, потому что во сне увидел такую грязь, что грязь, вот, там, значит, других грешников, она была не такой грязной уж, как моя грязь, религиозная болота. И во сне слышал голос, который десятки раз одно и то же мне говорил, одно и то же, повторял одно и то же. И когда я проснулся, я только было подумал, надо же мне, что мне приснилось вообще. Тот же голос, я уже не спал уже, однозначно, я прям быстро проснулся прям, уже включился, я уже здесь, в таком, в таком стрессе таком. Вот, значит, и я уже не спал, но тот же самый голос, как во сне, только уже в ябе. То же самое слово-слово повторил мне уже, в мои уши уже, и я слышал внутри, как бы голосом. Вот, но тихо-тихо так вот, но очень четко, и строго, и четко то же самое. Для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь. И вот так было сказано несколько раз во сне, и один раз уже в ябе уже. То же самое было сказано. Я видел во сне грязь седу, а я тогда преподавал, как раз пригласили в библейский институт, значит, я там преподавал, рассказывал об истории христианства, но после этого сна я знал, о чем я буду говорить. Я свидетельствовал, я полностью посвятил ту неделю, как раз именно этим свидетельствам, рассказам, вот именно как вот Бог меня спас из этой грязи. И какая-то грязь на самом деле. Друзья, когда Бог дал заповеди, первое, что Он сказал, что я, Господь, Бог твой, который вылил тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя другим богом предлецом. Первое заповедь, как раз самое основное, что только Он, больше никто. Когда человек молится кому-то еще, как бы самое сокровенное, интимное, открывает для кого-то еще помимо Господа, в глазах всемогущего Бога, согласно Библии даже, он как будто бы прерыводействует. Поэтому многобожие всегда сравниваются с супружеской неверностью. Когда Израиль начинал молиться кому-то еще на стороне и делал это искренне, безусловно, то Бог обличал через пророков как раз именно в супружеской неверности. Но каждый раз, что Он делал? Он призывал покаяться. Еврейское слово, какое покаяние? Слово покаяние? Метаноя. Это греческое, очень красивое, мне очень нравится греческое. Метаноя. Ты понимаете, хоть на хлеб машу. Такое, например, метаноя. Я бы так назвал, какие-то такие взбитые сливки метаноя. Или что-то, я не знаю. Вот, значит, да, а еврейское слово, оно не такое ласковое, конечно, греческое, но очень конкретное. Тшува называется. Тшува. Тшува переводится как покаяние. Но в отличие от метанои... Метаноя очень хорошее по смыслу тоже слово. Метаноя означает именно разворот в 180 градусов. И метаноя – это перемена сознания, изменение мышления. Еще говорят, что это слово использовалось в старой эллинской армии греческой и соответствовало команде. Кругом. Раз, два. Когда офицер командовал солдатом, идущим в одном направлении, он командовал им. Солдаты, покайтесь. Метаноя. Они разворачивались и шли в противоположном направлении. И вот и Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть развернуться. Вот такое хорошее сравнение. Но еврейское слово тшува, оно гораздо глубже. Там десятки значений этого слова. Тоже включает в себя и перемену сознания, изменение мышления, перестройка. Это все тшува. Но самое интересное, вот иллюстрация слова тшува у Иисуса лучше не найдешь. Его притчи и о потерянной Драхме, об овце Драхме, и о сыне, блудном сыне. Помните, да? Прийти в себя. Это тоже тшува. Вот когда сын оказался возле свиного корыта уже, и жизнь уже хуже самого последнего человека на этой земле. Уже все. Его даже хуже свиней относились к нему. Он мечтал напитаться рожками, которые кушали свиньи. Вот пришел в себя, написано, не пришедет в себя, вот это тшува. Прийти в себя. Потом, и он стал размышлять, вот это тоже тшува. Начать думать. Начать думать. Своей головой. Тоже тшува. Вот. Пока человек не думает своей головой, он не покаявшись. Он еще не знает, что вы настоящие. И вот на самом деле, кстати, настоящее покаяние, это осознание своей личной ответственности перед Богом. Человек уже не прячется за что-то, за религию, за традицию, на национальность, за что угодно. Он вот выходит к Господу навстречу. Вот. И тот бедолага, да, сын, вот, он, значит, размышлял, размышлял, а потом встал и пошел. Вот это действие, встать и пойти, тоже тшува. А потом, самое интересное, отец его принимает, да, обласкал, отец его обнял, все, и одежда, и мой перстень, тот только был рот открыл, что я недостоин, там и прочее. Отец его не слушает. Вот это тоже тшува. Быть принятым, принять себя самому. Вот. И самое завершение тшувы, тшува тоже считается, это пир на весь мир. Это в доме отца пировать, это тоже тшува. Вот. Слава Богу. Так что, вот это все тшува. Потрясающее слово, такое, очень емкое такое. Вот. И действительно, вот, ну, и для тела Христа, для церкви тоже такая тшува. Это перестройка. Кстати, исторически, еще, у нас по времени-то, я покороче постараюсь. Вот с того самого 431 года происходило активное смешание христианства с физичеством. Очень активное. Вот. И, значит, многобожие, идолопоклонство, антисметизм в самых таких, махровых таких, ужасных вещах. Так, и до 843 года происходило активное смешание христианства с физичеством. 843 год стал таким рубиконом, что ли, определенным. Система сформировалась полностью к 11 марта 843 года. Вся система религиозная, существующая, отступнического христианства, к этому времени сформировалась. Каким образом? Большой кровью, реками крови. Просто-напросто Византийской империи в 842-й и 43-й годы свыше 100 тысяч казней было совершено. Тех христиан казнили, которые отказывались молиться кому бы то ни было, помимо Господа, отказывались целовать иконы, кресты. Их казнили по идейным, по религиозным соображениям, свыше 100 тысяч казней в течение года. Это масштабы ужасные. Испанская инквизиция за 500 лет свыше 35 тысяч казней совершила, около 36 тысяч казней публичных по этим статьям. Именно по этим статьям я обращаю ваше внимание. Вот еще православная инквизиция восточная за один год свыше 100 тысяч казней по этим статьям совершила. Публичных казней. Чаще всего сожжение на костре, иногда утопление в воде и утушение. Вот еще и казнив в империи, все жители империи были обязаны пройти эту процедуру в присутствии государственных чиновников и присутствии священнослужителей совершить акт поклонения иконам целования их на счетам и получал удостоверение специальный человек, что он был у этого поклонения. Если отказывался, его ждала вот, ну, поначалу процедура в разумлении, как бы, если он упирался по-прежнему, то смертный казнь. Передавался он светским властям, палачам на расправу. Вот. И царица Феодора, совершившая это ужасное деяние, она была объявлена святой православной церкви и до сих пор таковой в традиционном православии является женщина, которая провела море крови, лишь за, убивая людей за евангельскую веру, за библейское мировоззрение их убивая. Вот. И после 1843 года наступила эпоха застоя и на востоке, и на западе эту эпоху можно назвать эпохой великой деградации церкви, деформации. Она продолжалась исторически, да, до 1517 года. В 1517 история христианства стала двигаться вверх уже постепенно. В 1517 глянула Великая Октябрьская христианская реформация. Мартин Лютер к дверям Виттенбергского собора всех святых прибивает тезисы, 95 тезисов, и Чарльз Пэджин, протестантский златоустый, такой проповедник 19 века, он говорил, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Ну, можно дальше продолжить мысль, что и весь христианский мир, так или иначе, потому что и на востоке, и на западе все это аукнулось очень серьезно. Началась эпоха Великой Реформации, одно того, эпоха деформации, деформации. Кстати, еще лет за 100 до лебилизации в 3 веке нашей эры один из лидеров христианства тогдашнего Киприан звали его, Киприан Карфагенский, архиепестов Карфагена и лидер Северной Африки всей, так или иначе. Он говорил такие слова Экклезия Севпер Реформанда, церковь непрестанно реформируется, а если не реформируется, то деформанда деформируется. То есть, опять-таки, диалектика, либо движение с Богом, либо от Бога, либо мы с ним собираем, либо расточаем, либо в Бога богатеем, либо все отранжирим и прочее. Вот, и поэтому была эпоха деформации, стала эпоха реформации. И вот за пять столетий, последних пять столетий, христианство, ну, больше или меньше, но в основных таких библейских вот учениях восстановлено на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, вот, в большинстве течений христианства так или иначе звучит сегодня евангельская весть, а с помощью интернета, телевидения, средств информации, сегодня евангельская весть звучит так или иначе по всей земле, вообще, по всей земле, во всех народах, во всех племенах. Это действительно, это то, что, ну, не знаю, я считаю, это тоже знамение времени, знамение времен, да, что Господь дает чудесным образом вот проповеди Евангелия, конечно, интернетом, СМИ, да, это позволяет грешникам еще больше грешить. Нечестивый еще не от нечести написано, да, но праведно еще святое освящается еще. То есть, для нечестивого это повод к падению еще большему, но для людей благочестивых это еще повод больший для благовестия, для служения. Как и римские дороги. Римляне строили для того, чтобы, как бы, свою империю созидать, а на самом деле для того, чтобы принести Евангелие Христа по всей империи. Поэтому и второй этап глобализации после Рима известный, это Британская империя, да, империя, которая и по времени существования, и по территории превзошла все, что знала цивилизация человеческая вообще-то. Вот, и Великая Британская империя имела во всех часовых поясах, да, свои земли, вот, и поэтому британцы говорили, что солнце никогда не заходит на землю ее величество. Вот, английский язык стал языком межнационального общения, планетарного масштаба всей земли сегодня. и опять-таки XIX век, Великая Викторианская эпоха стала эпохой глобальных евангелизаций, которых раньше человечество не знало просто-напросто, огромнейших глобальных евангелизаций, такого уровня, которого раньше человечество не знало вообще. Удивительная вещь. Вот, а сейчас мы живем уже в другую эпоху глобализации, еще больше, у многих глаза велики от страха, значит, но я знаю, что это для того, чтобы Слово Божие сегодня принести еще больше масштаба и по всему лицу земли вообще. Слава Богу! Так что, Господь с нами и Господь близко. Вот, а самый великий тайный Господь в нас. Сколько еще времени? Что можно, а можно, Сергей, можно вот за 431 год вот там был вскрыт ящик что там, может быть, хотя бы пару слов? Хотя бы, да, пару слов. Вот у меня проблема, я учусь, мне очень сложно говорить коротко. Нет, да, нужно чуть-чуть даже слово. Спасибо, добрый пастор. Ладно, в 431 год на повестке дня был поставлен на соборе вопрос, можно ли как бы молиться, ну, официально не так, я так очень сжатый и утрирую даже специально. Вопрос, можно ли и нужно ли молиться кому-то еще помимо Господа. Большинство патриархов, епископов и богословов до времени говорили нет, не надо. Но император был за пересмотр христианства и африканцы нашлись в Африке такие люди нечестивые во главе с патриархом Кириллом. Кирилл Александрийский патриарх. Так вот, и эти люди хитроумным, нечестивым образом политиканским провели незаконно собор, будем так говорить. Вселенский собор это когда собирались вот прежде допустим там 325 год там потом 381 год в Никее в Константинополе там как было собирались представители разных школ и они высказывали свои разные мнения. Потом было рассуждение и принятие решения. А здесь Кирилл приехал сам самостоятельно со своей школой заручившись поддержкой императора и провел самостоятельно собор совершенно не учитывая мнение других патриархов. Это было беззаконно. Ни Папа Римского ни патриархов не слушал. И было провозглашено впервые в истории христианства что Иисус посредник ходатай это хорошо но якобы есть еще другие ходатай и посредники к Богу. И в частности шла речь о Марии и о 12 апостолах. Мария как бы она как будто бы она воскресла и она на небесах уже и является ходатайцей между уже как бы отец сын а между сыном и человечеством уже Мария как бы она как мама она как матушка она как бы представитель человеческого рода. и 12 апостолов почему потому что они как бы уже вастели на престолах своих судить колено Израилев и они тоже ходатай посредники к Богу. Такая очень хитрая философия. Этого христианство не знало первых 400 лет. Слава Богу христиане не знали этого и жили себе спокойно. И вот здесь на тебе пересмотр христианства произошел. На основании на каком основании африканцы это все водили. Кому-то виделся сон кому-то привидение видение чаще всего явление ангелов в пустыне или же явление самой Марии Мария а местный этот собор проходил кстати в Эфесе и местный эфесский митрополит Мемнон его звали он тоже присоединился к этому нечестивому собору и он заявил что вот мол неспроста мол именно местом проведения этого собора который провозносил Марию мать Иисуса Христа назвал Царицей Небесной Богородицей Пресвятой Богородицей вообще ну это жуткие названия вообще они богохульные на самом деле названия вот они ничего общего не имеют ни с Библией ни с Евангелем ни со здравым смыслом даже но все эти титулы они были раньше у Артемида Эфеской и у прочих там Богородиц древнего Эллинского и до Эллинского мира миров так вот и Мемнон Эфесский он в своем выступлении заявил что вот как у еврейского народа были пророки и были пророчества а вот у нас язычников у греков были предугадывания как бы и вот наши предки далекие поклоняются Богородице Артемиде или Исиде там и прочим они как бы кибели там и прочим они как бы сами того не понимая они как бы прообразовали настоящую Богородицу поклоняются настоящей Богородице которая есть Мария Матерь Иисуса Христа Сына Божьего вот и понимаете это жунглая история вообще культ Богородицы я в этом подробно рассказываю он никакого отношения к Марии к библейской Марии Матери нашего Господа Иисуса Христа не имеет абсолютно вот за многие столетия даже тысячи тысячи даже больше чем лет до рождения Иисуса Христа культ Богородицы уже был уже знаете когда я для себя это открывал я просто был настолько был шокирован многие молитвы которыми я молился тогда до 96-го года молился в это вкладывая чувства и веру оказывается это был религиозный плагиат эти молитвы произносили еще за многие столетия до Рождества Христова язычники древние обращая их к матери Кибелле к Артемиде Эфесской Приснадеве и Царице Небесной к Изиде той же самой до того Семирамиде и ну да Семирамиде и Штар кстати даже переводчики синодальные значит в синодальном переводе напортачили конечно очень серьезно в Ветхом Завете в Новом Завете как бы свои есть погрешности но в Ветхозаветной погрешности они вообще ну никакие ворота знаете ли ну что вас не смущает нет пользуйтесь я пользуюсь этим переводом переводом синодальным тоже он хороший он красивый по-своему но ошибки там не из-за того что были неграмотные переводчики нет поймите правильно ошибки потому что это был перевод заказной они умышленно портили текст чтобы не соблазнить как бы обычного православного читателя религиозного так вот и допустим помните когда значит жрецы дубравные там да допустим значит которых там Илья там под нож впустил да на самом деле никаких дубрав там не было там вообще нет слова дубрава там Ашер Аштаров стоит то есть это буквально жрецы Богородицы жрецы Царицы Небесной то есть вот они были поклонниками Царицы Небесной то что было предметом отступничества для Израиля вот и конечно ну переводчики действовали вот исходя из таких соображений чтобы не соблазнить не представьте если обычный читатель православный прочитает что Царицы Небесной были жрецы задолго до получается нашей эры вот и их там Илья святой да пророк под нож впустил вот это да ну Илья был еще тот конечно да шагит такой ну ладно но по крайней мере знаете сегодня скажу что люди мне очень жалко тех людей вот действительно которые молятся по сей день молятся к Марии Матери Иисуса Христа если сегодня Марию воскресить да значит и дать ей микрофон там в этих дать возможность сказать слово там в этих храмах да значит посвященных Богородице я думаю что она просто ну призвала покаяния людей сказал бы люди что вы делаете вообще его слушайте сына Божьего слушайте вообще вот и знаете родился культ вот с того момента с этого 431 года начался вот развиваться культ Богородицы в церкви христианской вот родились праздники все эти вот Рождество Марии да опять-таки если Рождество Христово и то они знали христиане когда оно происходило и условно его назначили когда на зиму да вот январь декабрь у нас январь декабрь да но это почему ну не я люблю Крисмас Тайм я люблю время Рождества проповедую благовествую да значит в разных конфессиях но поймите правильно многие рождественские обычаи они тоже далеко не христианские вообще даже антихристианские если честно говоря вот и конечно очень красиво да особенно в Европе да побывать если на Рождество предрождественское время а если в Америке побываете то вообще ахните конечно после как для нас Европа шоком является после Европы еще и Америка еще большим шоком является там вообще везде там I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas везде-везде все наполнено этим Рождеством мне очень нравится это запах Рождества это чаи эти сады хо-хо-хо там я с ними фоткался постоянно значит везде значит но но опять-таки оно красиво понимаете ли но есть фальш фальш обман обман и в любом обмане знаете есть безбожие определенное кстати я разговаривал с одним раввином традиционным не мессианским еще таким традиционным раввином на эту тему я спросил Ребе почему в еврейском народе нет сказок вот во всех народах есть сказки и есть ли народ на земле который не оставил ни одной сказки ну нет сейчас конечно пытаются да воссоздать сейчас пытаются создавать даже пишут сказки издают там в Израиле даже это уже современные уже да такие да в средние века создавали такие вот как бы такие притчи похожие на сказочные такие да вот как бы повествования но вообще-то именно Израиль именно еврейский народ не оставил ни одной сказки народной нет народных еврейских сказок допустим вообще их нет в любом народе не есть да и Ребе сказал интересное такое толкование интересное объяснение одно из возможных объяснений он говорит мы не хотим детей обманывать вот мы не хотим детей обманывать потому что человек когда он вырастает потом он рано или поздно переживает стресс что оказывается и его обманывали. Оказывается, это ложь. Ну, в ней намек, там, добрый молодцем урок, но все понятно, да, но это ложь. И вот поэтому, думаю, да, на самом деле, слушайте, в этом что-то есть. Вот, и наше дело не сказки рассказывать. И в религии то же самое. Очень много строится на сказках. Но вера Божья строится на Божьем слове. Строится на Божьем откровении. На Божьем, действительно, на Рейме Божьем. Слава Богу. Вот. И по поводу Марии, вот, Рождество Марии, да, как вычислили, вот, Рождество Христа, понятно, да? Потому что Рождество Бога Солнца было как раз, вот, получается, 25 декабря, в новом стиле, получается, 7 января. Вот. Поэтому просто-напросто переименовали. Знаете ли? Просто переименовали. Ну, хрен, я этики не слаще, честно говоря. Вот, значит, и вот, а Рождество Богородицы, как выяснили, то же самое. Рождество Богородицы языческой, да, матери, вот, стали просто назвать, называть Рождеством Марии уже, Матерь Иисуса Христа. Вот. Но придумывали различные другие всякие рассказы, сказочные. Ну, допустим, видение во храм Богородицы в декабре празднуется, да, видение. Что за видение? Что якобы Мария, когда ей было там по одной версии три годика, по другой версии пять лет, ну, была маленькой совсем еще девчонкой, вот, ее первосвященник, ее привели к храму, и первосвященник ее, как бы, взял за руку и завел ее во святое святых, как бы, Иерусалимского храма. Представляете? Во святое святых. С чего бы это? А вот якобы он, будучи первосвященником в том году, он, как бы, угадал в ней, вот, ну, самый неопалимый купенум, как бы, вот, тот сосуд избранный и прочее-прочее. И по древней версии, древней редакции этой легенды, из святого святых вышел он один, без Марии, когда родители сперебогу говорили, а те же девочки? Какая девочка? Она там осталась, она там теперь будет жить. Да вы что? До каких времен? Ну, пока Бог не позволит ей выйти. И вот якобы она с трех лет, до 14 лет жила во святом святых, питалась там ангелами, была питаема, точнее, ангелами. Ангелы приносили ей пищу такую, ангельский хлеб свой. Вот, значит, и она жила там. Ну, и раз в году она видела батюшку, первосвященника, который заходил туда, по святой святых. Остальное время жила там, значит, там, да. В 14 лет она поняла, что она уже взрослая девушка, и она вышла из святого святых, вот, и сразу под венец, короче. Да, значит, нашли старика Бабыля, значит, вот, значит, Иосифа, вот, значит, и сосватали быстренько. Вот, значит, и... Ну, и дальше вы уже знаете, что будет. Ну, вообще, там, чудная история, очень чудная, конечно. Совершенно не библейская, безусловно. Вот, по другой версии, более современной версии, первосвященник в тот же самый день, когда завел девочку этого святого святого святыха, и в тот же самый день вывел ее, но поселили ее при храме, и на глазах у всего Израиля эта девочка, простая еврейская девочка, ходила каждый день молиться во святой святых Иерусалимского храма. Даже не в храм, а во святой святых, кадош-кадош-эм. Эта версия, она еще более нереальна вообще, вообще-то, фантастика. Да, сосфантастика. Как будто один видел первосвященника, и все, ладно. А здесь весь Израиль. Просто визизрел девочка себе идет, себе хоть бы что. Вот это да. Почему у них антисемитизм такой сильный? Потому что оно настолько не состыковывается, что просто разобьется. Вообще, да. Ни боком, ни припеком, это точно. И, кстати, Бердяев, Николай Бердяев писал по этому поводу, кстати, тоже, что наш антисемитизм церковно-православный, это невежество. Из-за невежества. Вот реально, большей частью строится на невежестве. Поэтому просвещение, свет на самом деле. Вот, и, друзья, другая легенда еще родилась. Она стала тоже праздником, вот, кстати, в августе скоро праздник Успения будет. Успение. В конце августа месяца. Вот, Успение. Что за Успение? Это как бы день смерти ее, Марии. Якобы Мария, она за две недели до смерти, значит, такая история произошла. Ангел, опять Гавриил пришел, и опять с таким же приветствием радуется благодатной, Господь, с тобою. Мария в шоке, что опять... Это мое прочтение. Вот, но я думаю, что у Марии, наверное, на лице был такой написан вопрос. Но Ангел успокоил его, сказал, что он пришел в данный раз с другой миссией, совсем, а именно, он пришел по ее душу взять ее на небеса. Но Мария почему-то попросила отсрочку, вот, возможную, чтобы он там переговорил с кем надо, и дали ей отсрочку. Тот, значит, переговорил с кем надо, значит, и сказал, хорошо, для тебя, вот, в виде исключения, две недели отсрочка даже вообще. Вот, но в качестве презента он подарил ей ветвь райского дерева, чтобы она, как бы, ну, не сильно горевала. Вот, значит, и даже больше того, в виде бонуса было для нее следующее. Ее желание исполняется. А у нее вот такое было желание. Гавриилу, собери, пожалуйста, всех друзей апостолов Иисуса Христа. Я хочу с ними попрощаться. Это хорошие, добрые люди, хорошие евреи, я хочу с ними попрощаться. Вот, значит, и Гавриилу нет проблем, он послал ангелов, значит, и ангелы там уговорили всех апостолов совершить такой перелет. Одним словом, все апостолы были собраны, все, кроме Фомы, прилетели. Фома так и не поверил. Короче, у него проблема, значит, он, значит, так и не поверил, ангелу, значит, и отказался лететь на этом транспортном средстве передвигаться. Вот, значит, и поэтому пришлось Марии с Фомой не прощаться, со всеми остальными попрощалась, значит, все, померла. Значит, ее торжественно погребли, значит, тела понесли, значит, туда, значит, в пещеру специальную погребальную, погребли. И вот, как только погребли, прошло три дня, и вот является Фома. Не запалился. Значит, и вот больше того, он, значит, пристал, как банный лист. Откройте гроб, говорит, хочу с мамой попрощаться. Фома, ну что, уже три дня прошло, значит, ну ладно, короче, Фома так пристал, что, значит, братья, хорошо, пойдем, вот, откроем тебе гроб, попрощаемся с мамой, все. Открыли гроб, а мамы нет. Пелены лежат, и плат отдельно свитый, буквально как в сцене с Иисусом. Ученики, значит, к чему бы это? Ага, пришли на свою конспиративную яблочную квартиру, где страха ради иудейского решили, не вот, как бы, преломить хлеб так вот, значит, так вот, и размышлять, что же произошло в тот день. И вот, только они взяли хлебушек, и вот хотели, как бы, причаститься, и вот, в это время, ну, крышу сносят, будем говорить. Исчезает потолок вообще, и прямо они видят небо над этим всем, на квартире, и с неба сходит большая мама. Большая мама. И она сходит с таким, буквально, приветственным, как вот Иисус Христос, ни много, ни мало. Говорит, что вот, я посылаю вас, значит, все, значит, идите, благовествуйте, все, значит, я с вами, во все дни до скончания века, что она объясняет следующее, что она якобы воскресла и воссела, одеснуя своего сына. То есть, получается, иерархия усложняется. Уже так. Теперь мама. Вот, значит, да, и теперь она, как бы, она ближайшая к нам, к людям. Теперь, понимаете, вот уже все, Иисус уже там, уже с отцом, а вот мама, она уже ближе к нам. Вот, и, как бы, ученики, не то там с перепугу, не то там по откровению, совершили хлебопровление в честь Марии уже, как бы, как бы, да. Кстати, этот обряд совершается не в обычных церквях, обычно в монастырях совершается. Значит, Чина Панагии называется. Хлеб прилавляется в честь Марии. Вот, значит, и... В августе, да, в августе это событие будет праздноваться. А за две недели до этого праздника пост Успенский в честь вот того, что Мария перед смертью получила вот такую вот отсрочку такую и общение с ангелом Гавриилом. То есть, традиции многие, они строятся на лжи, на оккультных учениях различных и на сказках. Понимаете, это недостоинно для христиан строить свою веру, традицию, практику свою, да, значит, на сказках, на лжи. Вот, и для нас, верующих, независимо от того, мы там, какой конфессии, динаминации, один посредник, Иисус Христос. Он хранатый. Один за всех и все за одного. Поэтому, да, я отказался от этих молитв Богородицы еще в 96-м году. И когда, во-первых, библейский, я увидел, что это все абсурд, а во-вторых, исторически, что это не наше, что оно было привнесено в христианство, и я убежден с того времени и до сегодняшнего дня, убежден, что оно должно от него уйти. Как оно пришло? должно им уйти. Аминь. Кстати, друзья, как и Израиль, церковь также сравнивается в Библии и с блудницей, и с невестой. Знаете, друзья, в чем принципиальная разница, что для невесты жених, она смотрит на него, она ждет его. И церковь, конечно, христианство очень разношерстное, очень разное, много всяких течений, много битвей всяких, много мыслей разных у христиан, но самое основное, что в последние времена это обостриться, я считаю, у верующих, и дух, и невеста будут говорить одно и то же, гряди, Господи Иисусе, возвращайся. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Написано, совокупляющаяся с блудницей, есть она той с блудницей, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. Спасибо тебе, Боже, все-богущие. Гляди, Господь Иисусе, гляди. Сердце только ты хотел живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной. только только ты один для меня и нет другого. Только только ты один и я тебе, Господь, принадлежу. Только ты один для меня и нет другого. только 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 ты один и я тебе, мой Бог, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной, Господин и Царь над всей вселенной. Благодарю тебя, Господь, Бог великий. Благодарю тебя, возлюбивший мир, возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас, отдавший самое дорогое, душу свою за нас положивший, кровушку свою за нас проливший. Благодарю тебя за Сына твоего, Спасителя моего, Господа Иисуса Христа. Благодарю тебя за кровь святую завета вечного, которой мы искуплены от суетной жизни, преданного от отцов. Благодарю тебя, Господь, за великое искупление, свершившееся на Голговском кресте. Благодарю тебя и исповедую сегодня ту же веру, веру христианскую, веру апостольскую, евангельскую, что исповедовали наши братья, сестры, тогда, две тысячи лет тому назад, говоря, что нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, что сегодня, действительно, по-прежнему, спустя два тысячелетия, ты един, Бог, един, посредник, между тобою и всеми страдавшимся человечеством, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Благодарю тебя, Господь, за великий завет в крови Сына Твоего Иисуса. Благодарю тебя за Духа Святаго, благодарю тебя за великий дар жизни вечной во Христе Иисусе. Спасибо, Господь, за все. Аминь. Братья, сестры, и когда Иисус в тот последний вечер, когда Он общался с учениками, Он преломил хлеб. Обратите ваше внимание, что многие христиане не обращают на это, но очень интересный момент такой, что Он это сделал в завершении таинства, в завершении этого ужина, да, этой вечери. Они ели пасхальное это животное, они совершили Пасху Иисус с учениками раньше, чем это совершал весь Израиль основной массе своей по Писанию и есть разные там объяснения. Одно из объяснений как раз, что это была есейская такая конспиративная квартира. Одно из тех направлений иудаизма тогдашнего, которые Иисус не обличал. Он обличал и фарисеев, и саддукеев, и даже книжников там на орехи доставалось порой. Но вот единственное, кого Он не обличал, ну, две таких, две ветви, притом очень разные, совершенно диаметрально противоположные. Это зелоты были, да, даже из его учеников были зелоты. Вот, это такие, такие очень рьяные патриоты такие Израиля, сионисты такие, знаете, на мозгах костей. Вот, значит, и с другой стороны это и есей. И есей, их тоже Иисус не обличал, даже наоборот, во многих своих поступках, учениях, Он, по сути, говорил их учения, говорил их, вот, практику, тоже практиковал. Вот, и последние дни они, земной жизни его, они это очень сильно показывают в Евангелии. Иисус сказал, помните, да, когда ученики спросили, где нам приготовить Пасху, Он сказал, идите в город, и вы увидите мужчину, несущему воду. В то время это было невозможно. Проще было на пляже, летом, варенках, на лыжах и губовича встретить, знаете, да, чем евреи, несущего воду, значит, вот в городе. Ну, это невозможно было, потому что это не грех против Библии, потому что Библии нет запрета на это. Но в то время уже, 2000 лет назад, многие правила, постановления, да, еврейские, стали иметь силу закона. и еврей, даже если он жил один бабылем, он должен был платить соседке, чтобы она таскала воду ему. Это была чисто женская работа, а если бы он осмелился среди белых дня, тем более, нести воду, его бы осудил весь город. И отлучили бы от синагоги, и восстановление его в еврействе его было бы вопросом очень таким серьезным. То есть, он был подступником. Единственная секта иудаизма, направление, которое в то время практиковало подобное, да, даже на людях, это были иесеи. Они, порой, демонстративно нарушали правила многие, такие человеческие, подчеркивая, что предписания человеческие и божьи законы это разные вещи. И что, ну, демонстративно эти вещи делали. Там, то перетирали колосья, как ученики Иисуса делали тоже однажды, помните, да. Кажется, ну что за глупость такая, что там много ли там наешься. Но это было дело принципа, именно показать, что человеческие предписания и что, в сравнении с божьим словом. Вот, значит, это порой вызывающе очень звучат, конечно, такие поступки очень сильно. И вот, и, конечно, ученики не могли такое увидеть, но поверили в учителю, пошли в город и видят точно, о, глядь, мужик идет, несет воду. Надо же, интересно. Они проследили за ним, пришли к хозяину дома этого, и где-то мужчина странный был, значит, да, и спросили, вот учитель говорит, где надо готовить Пасху. И их ждало второй сюрприз, второй сюрприз. Оказывается, они видели горницу уже устланную. Весь Израиль только собирался готовиться, а у них уже все было готово, как у Иссеев. Они заранее готовили все это, приготовляли, и заранее, загодя. если весь Израиль в основном проводил, ну, в основном в своей массе как раз с 14 на 15 Ниссана, то они как раз проводили на 14 Ниссана, то есть, когда исторически, собственно, и происходило все это, как бы, да, само заколание агнцев, значит, в 3331 год, с половины, почти тому назад, при Моисее. Вот, значит, и по всему видно, что это была такая как раз непростая квартира, а именно такая вот есейская. Вот, и Иисус совершал с учениками этот последний ужин, вот, и на пасхальном ужине, значит, наливаются бокалы, да, поднимаются тосты, и первый бокал, да, там, ну, главные такие элементы пасхального ужина, да, это хлеб, вино, хлеб пресный, мацада, опресники, вино, мясо, тогда не символически лежало немного на косточке, а это было целое животное, ну, там за столом было, как минимум, 13 колодок мужчин, плюс еще там хозяин дома, плюс тот самый мужчина, может, какие-то еще мужчины, одним словом, там было достаточно людей, чтобы уговорить животное за ужином, вот, и, значит, и поднимались тосты, горькие травы, конечно же, подсоленая вода, ну, все как принято, вот, значит, яйцо, то же самое, значит, и, и поднимался вот первый тост, мы не рабы, за выход из рабства, на самом деле, второй тост, рабы не мы, что Египет вышел из нас, первый тост, что мы вышли из Египта, да, потом опять едим мясо, все, и вот второй тост, что Египет вышел из нас, вот, потом, время третьего тоста, мне это очень нравится, эпизод, как раз вот, мы когда проводим, значит, или в церкви, или дома, значит, подобные сендеры, то третий тост, он самый такой впечатляющий для меня, это время свидетельств, как вот у вас было вчера служение, свидетельств, вот, мы говорим о тех чудесах, что происходили тогда, во времена Моисея, что, о казнях египетских, да, мы говорим, мы говорим о том, что и море стало пешеходным, и вообще много других чудес происходило, но как новозаветный верующий, мы еще говорим о том, как Бог совершал и совершает чудеса во время нашего исхода сейчас, сегодня сейчас, это время свидетельств, потом, время четвертого бокала, четвертая чаша, четвертый бокал, тост, это Бога усыновления, что Бог нас не только выбил из Египта, да, но Он привел нас в горе, и дал нам заповеди, мы Его народ, мы Его удел, мы Его часть на этой земле, и вот это Бога усыновление, что мы дети Его, отныне Его дети, и потом, пятый бокал, он всегда в традиционном иудаизме наливался, и наливается сейчас тоже, но не пился никогда, и в традиционном иудаизме до сих пор не пьется, он просто украшением стола остается, гости расходятся, и видят последний этот пятый бокал, его во времена второго храма, этот бокал называли чашей Машиаха, чашей Машиаха, верили, что сам Машиах, Христос должен этот бокал поднять, и начало своего королевства объявить открытым уже, во времена таламунического иудаизма, пятый бокал стали называть бокалом Ильяху, пророк Ильях должен, согласно мнению иудаизма современного, поднять этот бокал, и провозносить начало царства Машиаха, царства Христа, но по-любому это бокал мессианского царства, вот и до Иисуса никто не осмеливался пятый бокал поднять, и представьте, после вечера, когда все было съедено и выпито, Иисус поднимает бокал и говорит, это есть чаша, новый завет моей крови, то есть его королевство, его царство, через его кровь святую, это потрясающе, и представляете, представляете, какая революция творилась в сознании, тех учеников, что сидели там за столом, это не просто карты все открыты, это вообще, это вот исполнение всех пророчеств, всех чаяний, всех ожиданий, и последний кусочек хлеба, мацы, после вечера, если пасхальный, то это только лишь афикаман остается, это греческое слово, оно как бы неуместно, вроде бы за еврейским столом, в такой праздник, но оно имеет место, на самом деле это слово, афикаман, буквально переводится, тот кто был, тот кто должен прийти, еще дальше, он должен прийти еще, вот, и здесь подразумевается, конечно же, сам Машир, который пришел, и должен еще прийти, потому что афикаман, его переводят это слово, как тот кто пришел, и должен прийти еще, вот, и он получается, он пришел тогда, и он еще должен еще прийти еще, вот, это потрясающе, И этот последний кусочек мацы, от средней мацы, обновленной в начале пиры еще этого всего, обычно Исаака символизирует по мнению многих рабинов до сих пор, но на самом деле не Исаака, при всем уважении нет к Исааку, нет, здесь сам Сын Божий Иисус, Иешуа. И вот, когда Иисус сказал, совершилось, действительно совершилось вот это вот уже, тогда они пили, конечно, да, но кровь Иисуса была еще в нем, не пролита, а совершилось сегодня, сейчас, и две тысячи лет это таинство совершается на нашей земле. Слава Богу, спасибо тебе Господь, спасибо, благодарю тебя за то, что ты с нами во все дни до скончания века, благодарю тебя Господь, аминь. Да, Брат, вопрос есть, да? Скажите, пожалуйста, а вот, как бы, вы, ну, со своей позиции, вот, отношение к причастию, если мы говорим, что последняя чаша, это чаша Ирии, которую поднял только Христос, Он сказал, что пейте эту чашу, и кто не будет пить ее, то есть, в принципе, это, но обращение было к евреям, то есть, если вы эту чашу не поднимаете, значит, вы не приняли меня, не приняли мой приход, и не будете иметь части со мной, а также это, там, и хлеб был тоже последний, тоже, который не трогался, кстати, вопрос такой, тоже еще один маленький, куда это потом все удивалось, и хлеб, и вино, да? Это то, что никогда не трогалось, и в иудаизме до сих пор не трогается, потому что считается, что придет. Ну, вот, первый вопрос, и он, в принципе, основной. Не считаете ли вы, что вот эта формулировка, вошедшая, в принципе, в христианстве, так широко, кто не будет пить чашу сию, тот не будет иметь части со мной, не считаете ли вы, что это немножко, как бы, такой, ушло на религиозный фон? По большей части это имело отношение к иудеям, чтобы они этим действованием показывали, что они приняли, и они верят, что Христос, Он уже пришел. Да, согласен с вашим толкованием, вот, но считаю также, что идет речь не только о евреях, не только об иудеях, но и вообще обо всех, а так или иначе обо всех. Потому что быть евреем, быть иудеем, это не только еврей, потомок по плоти Авраама. Кстати, во время исхода тоже было не все так просто, как может показаться. В традиционном иудаизме признается, допустим, что примерно треть всех евреев, именно по крови, да, так и не вышло из Египта, отпали неверием. Но заместо отпадших неверием, Бог привил верою с разных народов, проживавших в Египте, народы привил к вере, привил к Богу. И отчасти в Библии есть этому подтверждение, говорится о пришельцах, которые были среди выжидших. Вот, а археология уже в наше время полностью подтвердила это еврейское предание, потому что нашли следы огромного еврейского присутствия и после, датированы временами, после уже времени Великого Исхода. Вот, и там во время Исхода были не только евреи, но и многие неевреи. И также у горы во время Шивот, во время дарования Торы были как евреи, так и неевреи, один народ. Поэтому изначально Бог показал даже тогда еще при Моисею, что быть иудеем это не означает просто лишь быть евреем по крови, это означает быть по сердцу, в духе. Это означает быть действительно верующим, верующие сыны Авраама. Так или иначе это до сих пор, в принципе, в общем-то, ну, среди в иудаизме это так или иначе это звучит. Значит, один из примеров современного Израиля, допустим, когда один из высших офицеров, генералов Израиля, хотел, ну, заявил о своем атеизме, что он атеист по убеждениям своим. Он еврей, чистокровный еврей, если можно так выразиться по маме, по папе, во многих поколениях он еврей. Но самое интересное, ему было отказано в праве называться евреем, значит, юридически, потому что он заявил о своем атеизме. А раз он атеист, то он не может, даже если он чистокровный еврей, но он не является евреем с точки зрения государства Израиля. Вот, и ему было отказано в праве называться евреем, и он был объявлен не евреем уже. Все, ой. Значит, потому что лехоглоим, буквально, значит, как Библия написано, это народ, все народы, помимо истинного народа. Вот, значит, поэтому очень интересный вопрос такой. Мы, люди разных национальностей, разных культур сегодня, прививаются к лозе, прививаются верою. Вот, и, конечно, допустим, проще, наверное, во многом людям, которые какой-то, ну, больше или меньше одной национальности, да. Вот, в моем случае очень сложно, как бы, говорить даже. Вот, значит, как бы, да. Но самое главное, я знаю, я определился, моя самая идентификация, что я Божий сын, самое главное. Я Божий сын, Божий дитя. Вот, и неважно, что, допустим, с точки зрения Галахи, Галахи современной израильской, допустим, я не являюсь евреем, потому что лишь по папе евреем. Вот, не по маме, по маме это тарин. Вот, и Галаха может меняться, как она и менялась в истории Израиля. Но Божий взгляд на, вот, именно свой народ, он остается всегда один и тот же, абсолютно. Это, в первую очередь, веры, верующие Иисусу цены Авраама. И то, что Иисус совершил, я считаю, это и как для евреев по плоти, так и для неевреев, всех уверовавших в Господа, принявших Иисуса своим Спасителем, Господом. Поэтому, но насчет причастия, конечно, в современном христианстве столько разных воззрений о причастии, что, ну, десятки, порой, очень противоположных даже мнений. Я лично держусь правила простоты. Чем проще, тем лучше. Как вот многие православные отцы говорили раньше, где просто там ангелов в состах, а где мудрено там ни одного. Вот, я держусь такого правила. Значит, и помогли мне мои дети. Самое удивительное. Значит, это было в 98-м году еще в Киеве. Мы приехали в Киев, как раз тогда, в Украину поехали. Все с семьей жили там. И в 97-м мы уехали, и в 98-м, вот это было для меня откровение. Значит, мы жили на съемной квартире, и на кухне были с женой, а дети были в комнате. И они таскали с кухни пряники, молоко. Значит, вроде играли. Мне интересно было, чем они там занимаются. Дети были маленькие, поэтому нужно было время от времени посматривать за ними, конечно. Вот, значит, у нас было трое тогда только детей еще. Вот, значит, и я подсмотрел, и вижу, ну, хорошая у них игра там. Они там, значит, медведи, куклы всех рассадили. Играют при части в служении. Настя там заводила, она как пастор там у них. Коли там вроде как проповедующий, там что-то там. Вот, значит, Серафим наш был прихожанином единственным, как бы. Остальные прихожане были куклы и медведи. Вот, ну, меня, конечно, сразу увидели, папа, с родительства. Ну, я сел в кукольную церковь, первый раз был на служении в кукольной церкви. Ну, ладно. Сел тоже, смиряюсь там. Вот, значит, и они там радостные, все, значит, и, значит, принимают причастие. Пряники эти, молоко. Я серьезно это не воспринял, конечно. Вот, какое это причастие. Вот, я мог там, до того я мог там спорить о качестве вина, там, значит, кошерности, вот там, значит, там, или хлеба, там. Вот, для меня это не причастие, ну, ладно, хорошо, ладно, я ж сижу с куклами, с медведями, вот, значит, и принимаю, там, хлеб, ну, это, пряники и молоко, там, за них, за себя, там, значит. Но самое интересное началось вот в этот момент как раз для меня, вот. Для меня это не было причастием, но для Господа это было причастием. Он был в этом. Я пережил настолько сильное присутствие, что там я, ну, даже перед куклами...